СИРИЙСКАЯ ТЕРРОИСТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИ СИРИЙСКАЯ КОАЛИЦИ Преступник, 22-летний полицейский Мевлюд Мерт Алтенташ, перед тем, как был застрелен спецназом, выкрикнул, что мстил за Сирию, за Алеппо. В освобождении этого города от боевиков, напомню, участвуют и российские ВКС. Ранее турецкие СМИ сообщили, что повлиять на Алтенташа могла еще одна террористическая группировка Аль-Каида. В номере отеля, где остановился преступник, были обнаружены книги о джихаде и деятельности созданного Усамы бен Ладеном радикального движения. Кроме того, в квартире Алтенташа полиция якобы нашла записи об организации ФЭТО, объединяющей сторонников исламского богослова Фитхуллаха Гюлена. Именно его турецкие власти обвиняют в организации неудавшегося госпереворота в июле этого года. К убийству посла Карлова помимо террористов могут быть причастны западные спецслужбы, считает российский сенатор Франц Клинцевич. По словам члена Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, то, что начинают торчать уши НАТО, видно невооруженным взглядом. Видно сенатору и то, что за атакой стоят США. Это сложно доказать, но это так, аргументировал он свое мнение. Боевикам была оказана серьезная поддержка в организации нападения на дипломата, уверен Клинцевич. Таким образом, добавил политик, некие западные силы пытаются заставить Россию подозревать Турцию в двойной игре. Цитата. Здесь очень тонкая, очень серьезная многоходовка. О том, что убийство посла – это провокация западных спецслужб, ранее заявлял и одиозный российский депутат Владимир Жириновский. Их цель – поссорить Москву и Анкару, считает лидер ЛДПР. Убийство, по мнению Жириновского, могло быть направлено на срыв предстоящего визита в Россию Раджепа Тейпе Эрдогана. Тем временем Владимир Путин присвоил убитому в Анкаре послу Андрею Карлову звание Героя России. Как говорится в указе президента, он посмертно удостоен высшей государственной награды за проявленное стойкость и мужество, а также большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. В связи с убийством дипломата глава Кремля перенес большую ежегодную пресс-конференцию. Она должна была состояться завтра, 22 декабря, но в связи с тем, что в четверг должны пройти прощание и похороны убитого посла, а в траурных мероприятиях намерен принять участие и Путин, отвечать на вопросы журналистов президент будет в пятницу, 23 числа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что убийство дипломата было воспринято Владимир Владимировичем как эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну, добавил Песков, подчеркнув также, что это еще и удар по престижу Турции. Варвара Караулова решила отправиться в исламское государство из-за одиночества и жуткой депрессии. Бывшая студентка МГУ, обвиняемая по делу о попытке вступления в ряды группировки ИГИЛ, выступила сегодня с последним словом на заседании Московского окружного военного суда. Речь Карауловой получилась эмоциональной. Она попросила прощения у своей семьи, страны и спецслужб. Свой поступок девушка объяснила запоздалым подростковым бунтом. «У всех он наступает 13-14 лет, а у меня в 19», – отметила она. Караулова также заверила, что не собиралась вступать в ряды исламского государства. У нее были лишь романтические чувства, как выразилась сама девушка, больная и неадекватная любовь к боевику по фамилии Саматов. Адвокаты также настаивают на том, что их подзащитная полностью невиновна. Защита просит суд вынести оправдательный приговор. В свою очередь, обвинение требует для девушки 5 лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч рублей. Вердикт объявят завтра. «Я собрала все свои шиньки. Я свои голубочки. Мне кажется, я буду срочно за этим наказать». Варвара Караулова, дочь сотрудников ФСБ, пропала в мае 2015 года. Студентка второго курса философского факультета МГУ. Она втайне от родителей улетела в Турцию, откуда собиралась перебраться в Сирию. В середине июня того же года девушку вернули в Россию. Ей было предъявлено официальное обвинение в попытке примкнуть к боевикам исламского государства. Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию за депортацию граждан Грузии. Страсбург обязал Москву выплатить 70 тысяч евро двум семьям, пострадавшим во время кризиса в отношениях двух стран в 2006 году. Тогда, напомню, по России прокатилась волна массовых задержаний грузинских граждан. Людей депортировали грузовыми самолетами. В Москве эти действия объяснили борьбой с нелегальной миграцией. Но в Тбилиси сочли, что это ответ на арест четырех российских шпионов. По данным грузинской стороны, всего с сентября 2006 по конец января 2007 года были депортированы более двух тысяч человек. Причем зачастую грузовыми, а не пассажирскими самолетами. Европейский суд установил, во время массовой депортации права грузинских граждан были нарушены. Сейчас Трасбург вынес решение о поисках родных Тенгиза Таганидзе, скончавшегося в аэропорту после нескольких дней в изоляторе, а также многодетной Ли Шиашвили, которая на момент выдворения из России была на восьмом месяце беременности. Избили за правду о Сталине. Лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Царионов, известный также как НТО, сообщил об инциденте с участием коммунистов и полицейских у Кремлевской стены в центре Москвы. По словам православного активиста, известного своими ипотажными акциями, они со спутницы пришли на Красную площадь, где уже была делегация КПРФ. Коммунисты возлагали цветы к могиле вождя народа в день его рождения. В свою очередь, НТО, увидев по собственному признанию это обеснование, швырнул цветы и сказал «Гори в аду, палочь русского народа». После этого у могилы Иосифа Сталина произошла потасовка, в которую вмешались полицейские. Царионово и его спутницы доставили в УВД, но вскоре отпустили. Ну что же это все новости к этому часу. О развитии событий у моих коллег в следующих выпусках новостей на канале РТВА.